Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами общественного Саянского телевидения. В студии для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Поличук. Сегодня выпуски. Саянские медики встретились с представителями областного министерства здравоохранения. Сотрудники прокуратуры подвели итоги года. В Центре развития образования провели конкурсы по пожарной безопасности. Завтра крещение Господне. А теперь об этих и других событиях более подробно. 16 января в актовом зале Саянской городской больницы состоялась встреча медиков с исполняющим обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексеем Шелиховым. 16 января в 10 часов утра актовый зал Саянской городской больницы был заполнен до отказа. В ожидании исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Шелихова медики шумно обсуждали наболевшие. Несправедливо, по их мнению, низко начисленную за декабрь прошедшего года заработную плату. На запланированную встречу глава здравоохранения пришел с мэром Саянской Олегом Боровским, главным врачом горбольницы Викторией Кириллиной, начмедом Андреем Лаптевым и экономистом Оксаной Костыревой. Позже к ним присоединился депутат законодательного собрания Дмитрий Мясников. Начался разговор с разъяснением медикам, почему они получают оплату за свою работу ниже ожидаемой. Больница должна зарабатывать объемами оказания медицинской помощи. И, соответственно, если она эти объемы не зарабатывает, дальше нужно понимать, каким образом начисляется заработная плата. И видим то, что количество объемов, которые выполняет больница, она, конечно же, недовыполняет. Это, естественно, сказывается на форме начисления заработной платы. Естественно, это отражается на дальнейшем расходе. Алексей Владимирович отметил, что в связи с тем, что нет контакта между представителями администрации и персоналом, появилось непонимание и, как следствие, возмущение. Самое главное и самое основное, с чего бы я начал, конечно же, это встреча главного врача и экономиста. Это планерки, на которых должно четко объясняться, что мы имеем, что мы должны сделать, чтобы получить доход в больницу и, собственно говоря, объяснить конкретно, как начисляется заработная плата. Второй момент, который четко, совершенно услышал, есть, безусловно, на амбулаторном звене. История, связанная с тем, что количество врачей-терапевтов в разы меньше, чем фельдшеров, которые находятся на приеме. Здесь, безусловно, нужно этот вопрос решить и устранить, этот самый дисбаланс по части начисления заработной платы, поскольку фельдшер, по сути, что выполняет врачебную функцию. И третий момент, это момент, связанный с работой среднего медперсонала на стационарном, да и на амбулаторном звене. Конечно же, это учет категории, квалификационной категории, которая зарабатывает персонал стажем и сдачей соответствующих экзаменов. То есть, конечно, должно учитываться. Затем выступил мэр города. Олег Боровский отметил большой перекос в зарплате между заведующими отделениями и медиками среднего звена, а также явное нежелание врачей работать в принципе. В прошлый год показатели я был, я был в ступоре. Вот работа главврача и дачмеда. 14 врачей одновременно написали заявление, уехали в Таиланд. Мне Кирилл звонит, что делать? Я говорю, не знаю. А они, говорит, сказали, не отпустите, вы уволимся. Пойдем в зиму работать. Я не уверен, что в зиме вас там ждутся с простертым объятием. Вы через два месяца сбежите оттуда, наездившись на маршрутках утром и вечером и по выходным. Это кажется, что там везде хорошо. Знаете, есть поговорка такая, что в чужих руках всегда все лучше и больше. И не факт, что в зиме вас возбудили, и факт, что в зиме вы ничего делать не будете и будете получать. Поэтому давайте работать тут, где есть. А вашему руководству надо озадачиться, чтобы вы получали за это нормальную зарплату. Где было таких перекосов? Затем перед медиками выступили представители администрации больницы. Ими был подписан приказ о графике их встреч с персоналом. Далее медики задали волнующие их вопросы, на что получили развернутые ответы. Так, участникам встречи сказали, что теперь фельдшеры будут получать стимулирующую надбавку в размере 80% от такой надбавки врачам. А кроме того, в январе специалисты среднего звена получат доплату. На сегодняшний день у нас предусматривается доп. финансирование на конкретно Саянскую городскую больницу в части среднего медперсонала на январе месяц 7,6 миллиона рублей. То есть, соответствующим образом зарплата должна быть скомпенсирована и доведена до уровня целевого показателя, который сейчас имеется не только по больнице, но и по власти. В 2023 году в городскую прокуратуру поступило множество обращений от жителей Саянска. Среди актуальных тем вопроса соблюдения трудовых прав защиты несовершеннолетних и нарушения закона в сфере ЖКХ. По итогам 2023 года в Саянскую городскую прокуратуру поступило более 400 обращений граждан. Люди по-прежнему жалуются на плохую работу коммунальщиков из-за вышенной тарифы, нарушения прав несовершеннолетних и нарушения трудового законодательства. Анализом установлено, что в прокуратуру поступило от граждан 437 обращений, разрешено прокурорам 364. Четверть поступивших обращений удовлетворенно принимались меры прокурорского реагирования. Наибольшее количество удовлетворенных обращений и, в принципе, поступающих обращений связано с нарушениями требований трудового законодательства. Под этим обращением прокурорам в истекшем году принимались меры реагирования. В частности, вносились представления, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, предъявлялись отысковые заявления. В изыскании заработной платы, в установлении факта трудовых отношений были категории связаны с восстановлением на работе. Права работников восстанавливались, документы передавались на принудительное исполнение, находятся в стадии исполнения, контролируются прокуратурой города. Прокуратурой города были проведены проверки по заявлениям саянцев о необеспечении льготными лекарственными препаратами. Рассмотрение каждого обращения было взято на личный контроль прокурором города. Также поступали обращения, связанные с необеспечением граждан лекарственными препаратами, в частности детей-инвалидов. Под этим обращением обращались в суд, обязывали органы здравоохранения обеспечить выписку рецептов и предоставлять бесплатно лекарства. Такие требования также удовлетворены. Обжаловались в апелляционном порядке, оставлялись без изменения. Но в целом, работа по рассмотрению обращений граждан оценивается положительно. То есть в данном году достигла успеха в четверть удовлетворенных обращений. Но это значительное количество. Каждое четвертое обращение обосновано, содержит и подтверждается в ходе проводимых надзорных мероприятий. Как пояснили представители Фемиды, кроме личных обращений, каждый гражданин, располагающий сведениями о нарушении закона может сообщить их в интернет-приемную прокурора города, либо лично обратиться в надзорное ведомство по месту жительства. Студенты третьего курса химико-технологического техникума одновременно уже учатся и работают в акционерном обществе «Саянс Химпласт». Как и на многих крупных предприятиях страны, на «Саянс Химпласте» остро не хватает специалистов и рабочих специальностей. Для удовлетворения потребностей в кадрах предприятию требуются ежегодно такие рабочие специальности, как аппаратчики, слесари, ремонтники, слесари КПА, токари-фрезеровщики, электрогазосварщики, лаборанты и, конечно, электромонтеры. Электромонтеров у нас на заводе не хватает, причем не хватает уже на протяжении длительного времени, но руководство предприятия совместно с руководством химико-технологического техникума делает все возможное для того, чтобы данные кадры подготавливались и шли работать именно на наше предприятие. Этих специалистов готовит «Саянский химико-технологический техникум». И в последнее время студенты третьего курса, одновременно обучаясь в техникуме, уже работают на предприятии, успешно вливаются в заводской коллектив. В принципе, приняли ребята с душой, команда хорошая, все люди хорошие на заводе работают. Пришел сразу, влился в коллектив, мне показали, рассказали, где мое рабочее место, все показали, все как полагается. Эксплуатация любого предприятия невозможна без электромонтеров, обслуживающих оборудование. Везде требуется специалист, который разберется, подключит и исправит. В наше время в связи с быстрым ростом глобальной электрификации электромонтеры являются самыми востребованными специалистами в любой стране. Профессия электромонтера всегда была престижной, не только для нашего города, для всей страны. Всегда требовались квалифицированные кадры, требуются сейчас и в дальнейшем еще больше будут требоваться. Саенсский химико-технологический техникум всегда позиционировал себя кузницей кадров для саенс-химпласта. С помощью городообразующего предприятия обновляется материально-техническая база учебного учреждения. Специалисты завода привлекаются в качестве наставников-студентов. 19 января православные верующие будут отмечать крещение Господня или Богоявления. Этот праздник считается одним из самых древних в христианской культуре. Крещение – один из многочисленных зимних праздников, который не менее важен для христиан, чем Рождество. С крещением связано множество обычаев, примет и традиций. Например, крещенское купание, крещенские гадания, а также традиция поздравлять друзей. Этому были посвящены мероприятия, проведенные в образовательных учреждениях нашего города. Педагоги напомнили детям об основных библейских событиях, связанных с крещением, о самом празднике, и христианских традициях. На Руси любят праздники, а как-то по-особенному относятся к зимним праздникам. Один из них – это крещение Господне. Крестный ход, прорубь и ордань, святая вода, купание – все веяно тайной и все ждут чуда. А если человек верит в то, что чудо совершится, то так и будет. Ведь чудо совершилось тогда, когда Иисус хрестился. Святой Дух сошел с небес. Многих школьников интересовала традиция купания в проруби, когда устраиваются многолюдные крестные ходы к водоемам. В освященную прорубь окунаются все желающие, чтобы смыть грехи и оздоровиться. Но делать это вовсе не обязательно. Традиция эта молодая и не является обязательным действом. Есть такое мнение, что погружение в воду на крещение, оно снимает все грехи с человека. Но на самом деле это не так. Даже абсолютно не так. Потому что прощение грехов мы получаем от самого Бога. В таинстве покаяния. Таинство покаяния, безусловно, совершает, с одной стороны, в сердце человека, в его душе. А с другой стороны, человек об этом свидетельствует, придя в храм Божий, в присутствии священника. И священник читает над человеком разрешительную молитву. Вот таким образом совершается таинство покаяния. А само покаяние, безусловно, принимает сам Господь и Бог наш. Как бы то ни было, купание в проруби сегодня остается достаточно популярным и повсеместным уже стало практически неотъемлемой традицией крещения. К сожалению, не все понимают смысл данного мероприятия. Некоторые люди воспринимают погружение в прорубь как пример мужества или закаливание своего организма, тогда как истинный смысл в глубокой вере следовании примеру Спасителя. Школьникам объяснили, что человек, принявший крещение, должен сохранять данные Богу обеты и стараться соответствовать образу христианской жизни. Зима, период простуд и ОРВИ. Единственная защита нашего организма – это иммунитет, для поддержания которого требуется целый комплекс мероприятий. Зима, период простуд, а иммунитет – это единственная защита организма от патогенных микроорганизмов, которыми изобилует окружающий мир. Поддержание иммунитета – это целый комплекс мероприятий. И первое – это нормальный и полноценный сон. Второе – необходимо отдыхать, то есть чередовать нагрузку с периодом отдыха. И, конечно, иммунитет человека связан с тем, что он ест. То, что ест человек, влияет в первую очередь на его микробиом, то есть на микроорганизмы, которые живут в кишечнике. В слизистой кишечнике производятся иммуноглобулины, которые нейтрализуют попадающие в организм вирусы и бактерии. Нашему организму каждый день нужны в норме белки, жиры, углеводы и клетчатка. Если не хватает белков, а белки полностью во всем организме, во всех ферментативных гормональных структурах играют роль, то же откуда взяться сила для восстановления, для борьбы с вирусными атаками. Недостаток витаминов влияет на работу всего организма, поэтому в сезон простуд и взрослым, и детям нужна дополнительная витаминизация. Можно использовать витаминно-минеральные комплексы, народные средства – имбирь, мед, лимон. Необходимо также использовать посильные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. И особо отметим, что взаимосвязь между здоровьем человека и его настроением очень тесная. Как известно, в здоровом теле – здоровый дух. Хорошее настроение – первый признак хорошего здоровья. Мой эмоциональный фон, он очень важен, ваш настрой. Что я делаю? Ну, во-первых, я исключила те триггеры, которые есть, негативные новости. Я не говорю, что мне неинтересно, что происходит извне, но очень дозированно к этому отношусь, чтобы всё-таки поддерживать вот это тепло в своём сердце. И больше заниматься своей жизнью, планировать своей семьёй. Мне это доставляет удовольствие своим любимым делом. Не отвлекаться на какие-то глупости, больше развиваться, читать и заставлять себя позитивно мыслить. В том числе, как только нападает, что называется, хандра, сразу себе говоришь «стоп», что не так, что тебе не так. То есть нужно разобраться, что тебя выводит из себя и постараться это исключить. Это сложно, но это со временем, когда практикуешь, это удаётся это сделать. В Центре развития образования были подведены итоги конкурсов «Неопалимая купина» и «Безопасность. Это важно». 17 января в Центре развития образования представители специальной комиссии в составе сотрудников МЧС и ВДПО подвели итоги муниципального этапа конкурса детского творчества по пожарной безопасности. «Неопалимая купина» и «Безопасность. Это важно». Представителям жюри предстояло выбрать лучшие работы и поделки в разных номинациях и возрастных категориях. Традиционно у нас проводятся два конкурса ежегодно «Неопалимая купина» и «Безопасность. Это важно». В котором принимают участие дошкольные учреждения и школьные учреждения. В этом году свои работы предоставило около 118 детей. Родители совместно с воспитателями и детьми сами подходят творческо к конкурсу, выполняют работы, изучают правила пожарной безопасности, что очень радует. Основная цель проводимого конкурса, по словам директора Центра развития образования города Татьяны Бадулина, это формирование безопасного и ответственного поведения детей в сфере пожарной безопасности и развития творческих способностей малышей. На конкурс поступило большое количество ярких содержательных работ и поделок со всех детских дошкольных образовательных учреждений Саянска. «Традиционно проводится конкурс «Неополимая купина» на пожарную тематику. Работ с каждым годом становится все больше, мастерство работ растет. Но, конечно, хочется отметить, что больше принимают участие воспитанники детских садов с их родителями. Школы принимают участие, но не так активно. Работы сегодня подводили итоги, отбирали комиссионные работы. Очень сложный выбор. Все работы замечательные, хорошие, красивые. Но все-таки комиссия отобрала три лучших работы, которые в ближайшее время у нас уедут на областной конкурс. Были поделки, которые удивлялись своей оригинальностью и креативностью. Модели машин, куклы сотрудников МЧС, макеты книг, рисунки и множество интересных подделок из самых различных подручных материалов. Лучшие изделия были отобраны членами жюри для участия в региональном этапе конкурса детского творчества по пожарной безопасности, который будет проводиться в Иркутске. По результатам прошлого года на конкурсе «Неополимая Купина» было отправлено много работ с города Саянска, победители. И хочется отметить, что детский садик номер 10 у нас вышел на всероссийский конкурс. Они участвовали уже на России. Но, к сожалению, они отмечены только как участники там. Как заверили организаторы проводимого конкурса, это не последний проект на противопожарную тематику, который регулярно проходит в нашем городе. В апреле запланировано проведение декады по пожарной безопасности в образовательных учреждениях Саянска. Уже намечены экскурсии в пожарную часть, где малышне продемонстрируют спецтехнику и оборудование сотрудников противопожарной службы. Если есть шаг, значит, будет след. 26 января во Дворце культуры «Юность» состоится творческий отчет образцового хореографического коллектива «Линия танца». Если есть шаг, значит, будет след. Так назвали свою отчетную творческую программу участники образцового хореографического коллектива «Линия танца», которая состоится 26 января во Дворце культуры «Юность». Выступления этого коллектива всегда очень яркие и весьма неординарные. Художественные постановки отличаются особой выразительностью, а танцевальные движения четко отлажены. В репертуаре коллектива энергичные современные танцы, зажигательные народные и нежные лирические постановки. Всех, кто любит творчество «Линии танца» и тех, кто еще не знаком с ним, коллектив приглашает на незабываемое шоу. 26 января в 19 часов в концертном зале Дворца культуры «Юность» состоится невероятный праздник танцев, эмоций и искусства. 18 января 1963 года руководители Центрального телевидения создали главную редакцию программ для детей. Эта дата считается днем рождения детского телевидения в России. Привет! В эфире «Подросток», программа о том, чем живет молодежь в Саянска. И сегодня для вас в студии работает Лера. И Ваня. Давайте встречать весну вместе. Да, пришло время тонких курток, коротких юбок, ну и, конечно же, красивых девушек. Воспитание подрастающего поколения – крайне важный аспект в любом быстро развивающемся государстве. Как известно, не только специалистам, но и простым родителям детские телепередачи играют реально не последнюю роль в воспитании юных граждан. В подобных передачах подросткам рассказывают крайне интересные познавательные вещи, что ни в коем случае нельзя врать, совершать плохие поступки, не слушать старшее поколение. Профессионалы своего дела точно знают, чтобы юные граждане страны росли просвещенными людьми, крайне важно функционирование детского телевещания. Не так давно, всего каких-то 50 лет назад, в Советском Союзе быстрыми темпами развивалось телевидение. Помимо взрослых передач, постепенно стали создаваться увлекательные передачи для подростков и малышей. И 18 января 1963 года руководители Центрального телевещания создали главную редакцию программ для детей. Неудивительно, что именно эта знаменательная дата и считается днем рождения детского телевидения в России. В те годы были созданы такие программы, как «В гостях у сказки», «Абыва Гадейка», «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Хочу все знать». Конечно, телевидение развивается очень быстро, вместе с ним меняются персонажи в детских передачах и мультиках. Кто-то из родителей в восторге от перемен, кто-то же полагает, что старые мультики и телепередачи были значительно добрее и веселее. Но что поделать, прогресс не стоит на месте. А мы с удовольствием смотрим старые телепрограммы и мультфильмы, ведь каждый человек по-своему – еще ребенок в уголках своей души. Сегодня Крещенский сочельник. В старину верили, что снег, собранный в этот день, может исцелять недуги. В Крещенский сочельник в старину люди постились. Потому и вечер назывался «Голодным». Принято было есть только сочево, особое кушание из зерен, а также постную кашу, овощные блины и медовые оладьи. Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только Крещенский снег способен выбереть любую холстину. Верили также, что снег, собранный в Крещенский сочельник, может исцелять недуги. А если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту. Всем нуждающимся и обратившимся за помощью в этот день, нужно было помогать и делиться с ними всем, чем сможешь. Доброе дело всегда будет вознаграждено в будущем. По христианской легенде, маленькие снеговики – это ангелы, которым можно доверить свою мечту. Сегодня во всем мире отмечается День снеговика. Снеговик – один из любимейших новогодних персонажей. Поэтому вовсе не удивительно, что у него есть свой собственный праздник, который приходится на 18 января. Причем единица в числе 18 напоминает метлу, а 8 – саму снежную бабу. Идея создания праздника принадлежит Корнелиусу Грецу, немецкому коллекционеру снеговиков. Согласно старинному преданию, самые первые снеговики были свирепыми снежными монстрами впечатляющих размеров. Это не случайно. В те давние времена безжалостные зимы с их лютыми морозами и промозглыми вьюгами приносили немало хлопот. На Руси снеговики выступали не только в качестве забавы. Их почитали как духов зимы, которые управляют метелями. Наши предки считали, что снежные бабы такую непогоду способны были усмирить. Для этого в руки снеговикам давалась метла, чтобы в случае надобности они могли слетать на небо. Классический снеговик, состоящий из трех снежных шаров и с носом морковкой, появился в конце 19 века. Уже тогда снежные создания подобрели и вскоре стали незаменимым атрибутом Рождества и Нового года. Христианская легенда гласит, что снег – это дар неба, а снеговики – это ангелы. Им под силу передавать Богу молитвы и просьбы людей. Поэтому, слепив маленького снеговика, можно нашептать ему на ушко самое сокровенное. И как только зимнее чудо растает, желание будет доставлено на небо и обязательно осуществится. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Ну а я же с вами прощаюсь. По желаниям доброго вечера, всего доброго. Берегите себя. А самое главное – будьте счастливы. С наступающим вас праздником. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok